всем привет ребят с вами канал дневник системного администратора сегодня хотел бы вам показать как можно убрать пароль при входе windows 10 или же как можно отключить запрос пароля дело в том что при установке операционной системы windows 10 она требует либо же создать учетную запись microsoft либо же указать логин и пароль для вашей локальной учетной записи и после того как вы запустили вашу операционную систему на машине то есть получается вы будете постоянно вводить пароль для того чтобы подключиться в вашу локальную учетную запись конечно же пароль полезная штука например если у вас имеется несколько пользователей на компьютере которые пользуются вашим компьютером но если же вы дома используете одну вашу локальную учетную запись то естественно каждый раз надоедает вводить один и тот же пароль но например если вы захотите подключиться извне например через адрес интернет то естественно пароль обязательно должен стоять на вашей локальной учетной записи но этот метод получается просто делать автоматический запуск вашей системы и получается подтверждением уже пароля но например если вы будете подключаться извне то естественно пароль будет у вас на учетной записи стоять итак давайте покажу как убрать запрос пароля при входе в операционную систему windows 10 для этого нажимаем windows плюс r и нам нужно ввести вот такое вот значение control user password например 2 да или же можно например это стереть и ввести вот такое вот значение давайте на английский перейдем net plw with получается и нажимаем кнопочку ok в принципе что та что та команда запускает одну и ту же самую учетные записи пользователей например вы видите что у нас есть две учетные записи это гость и системный администратор выбираем для какой учетной записи мы хотим сделать автоматический вход в систему например убираем для системного администратора требовать ввод имени пароля и пользователя нажимаем применить как видим система запрашивает что мы ввели пароль и подтвердили его нажимаем и подтверждаем как видим все нажимаем кнопочку ok после данных манипуляций перезагружайте компьютер и система будет автоматически заходить сразу уже в вашу локальную учетную запись все на этом этапе мы с вами все сделали если вы захотите снова включить нажимаете то же самое вводите control user password или же другое значение нажимаете на учетную запись нажимаете требовать ввод имени пароля и пользователя нажимаем кнопочку ok все и после перезагрузки естественно уже будет операционная система требовать ввод пароля но иногда бывают проблемы то что перед после перезагрузки вашей системы она автоматически не входит а бывает это из-за того что вы используете учетную запись microsoft и и происходит такой грунт что у вас появляется две учетные записи вот поэтому получается что автоматический вход и не происходит для того чтобы исправить данную ситуацию вам нужно снова получается запустить данную программу вводим команду netplvist получается нажимаем кнопочку ok ставим снова галочку получается здесь чтобы требовать ввод имени пароля пользователя применяем нажимаем кнопочку ok после данных манипуляций перезагружаем компьютер и снова заходим же netplvist получается убираем галочку туда все в принципе начинает корректно работать вот такая бывает замануха такая маленькая сказать может быть вам подсказочка как убрать данный запрос когда два пользователя выбивает также еще бывает один нюанс например когда у вас заходите в параметры заходите в учетные записи и есть параметры входа дело в том что параметр входа бывает стоит пин-код или же например там разные отображения по графическому ключу здесь нажмете кнопочку удалить удалите и после данных манипуляций получается все будет у вас нормально работать и автоматически запускаться система уже с подтвержденным паролем также бывает спрашивают как отлучить вот пароля при например спящем режиме компьютера компьютер заснул вы нажимаете на пробел а компьютер все таки например требует уже пароль ввода для этого нам нужно зайти в меню пуск убираем параметры выбираем учетные записи переходим параметры входа и как видим вверху у нас есть требуется вход в случае вашего отсутствия через какое-то время windows должна выполнить повторный вход время выхода к и спящего режима ставим никогда и после данных манипуляций уже когда компьютер заснет он плачется не будет требовать ввода пароля вот принципе ребят на данном этапе я буду завершать свое видео подписывайтесь на канал наша цель набрать 100000 подписчиков всего вам хорошего с вами был канал дневник системного администратора удачи вам не ломайте свои компьютеры